Доброго здоровенька дорогие друзья с вами видео журнал Компас Игорь Шкирь и команда а какая команда это сюрприз узнаете чуть позже ну полагаю вы соскучились по подводной охоте по нырялкам соскучился я честно признаться немного захандрил два месяца зимы прошло возможности понырять у нас не было потому что были морозы сейчас вроде как по прогнозам обещают нам раннюю весну ну судя по всему так и есть снег тает солнышко греет погода радует в общем едем нырять едем на то ли атомную станцию то ли гидроэлектростанцию честно не знаю вот ребята везут взяли на хвост понырять поэтому вода там вроде как открытая немного но открытая у нас собой лодки эхолоты прошла какая-то информация что на том озере есть хорошая рыба люди стреляли недавно хочется попытать счастье и нам в этой прозрачной воде кстати прозрак тоже обещали какой-то космически не буду ничего обещать сам пока не увижу ничего не скажу пока мы будем ехать а вы будете думать какой же у меня для вас сюрприз кто с нами едет кто пригласил нас на охоту вы давно спрашивали про этого человека где делся почему не выходит на экран мы соскучились ну в общем вы подумайте погадайте а я пока познакомлю вас с дорогой с природой нашего края с погодой кстати володя ты поздоровался нет привет это володя рыболов не спортсмен но любитель хороший магет любит уважает не ныряет но в то же время дружит с нами у у у у у у у у здрасте вам здравствуйте дорогие подводные охотники и ны span и таники с шкильем игорем собрались и будем снимать компас про подводную охоту надеемся на рыбу на трофий на хороший прозрак В общем, катим. Все интересно. Долго сидели, жабры сохли. Ну что же, пришло время размочить. Все покажем, все расскажем. Собойку все взяли? Самое главное, я собойку взял серьезную. Я думал, мало ли вы забыли. Я на всех собрал. В любом случае сейчас питаться только шоколадом. Не всегда остается. Все отказались пить черную воду. Один я тихонько наливаю и тянул по сотке. А зачем пить черную воду? На вкус. Может, она приносит удачу подводному охотнику? Конечно. И не только удачу. Хорошо попьешь, хорошо подписываешь. Ага, согласен. Будьте здоровы. Короче, решили переехать. Здесь льдом перекрыто стремно. Переедем в деревню. И там будем пытаться... Оттуда заходить буду. Потому что у нас лодка. Ну давай, родная, ёптать, давай. Раз, два, два. Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла, пошла. Пошла, пошла. Давай, 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 родной. Это вам не хаммер. Давай. Пошла. Зеба. Ну как без приключений, а? Ну как без них? Ну скучно. Согласен? Вообще, сидел бы дома на диване. И грустил. Да. И мечтал бы. Смотрел компас очередной. Сколько оттуда. Сколько оттуда. А тут такой драйв. Да. 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 Собаки выстрелим немножко в оставшемся снегу. Егорыч за штурмана. Все прекрасно. Шоколада наелся. Да. Ну вкусно. Ну вкусно. И мы сунемся. Какой-то забор, какая-то дорога. Страшно ехать по такому снегу и грязи? Конечно. А как ты борешься со страхом вообще? Никак. Как ты себе психологически настраиваешься и едешь в такие места? Как это происходит вообще? У меня есть два пассажира, которые пихают. Посоветуй что-то людям. Вот в такой ситуации, когда ты вот-вот-вот засядешь. Вот-вот. Просто свалишься в обочину. Грязь грязнешь. Навсегда. Отломаются. Мы трудностей не боимся. Отломаются двигатели. Располз. Колеса поедут сами. Вот как ты справляешься? Какой здесь подъезд? И самое главное, Володя, что... Ничего не боишься. Нет, как подожди. Я ничего не боюсь. Подожди. И самое главное, это вознаграждение за эту смелость. Вот мы куда приехали. Открытый пляж. Открытая вода. А поляна, а переодеться. Вот она, благодарна. Понимаешь? Это круто. Вот становимся здесь. Вот, видишь? Это я к чему, что с таким водителем и штурманом не пропадешь. Вот будешь бояться, но приедешь куда, куда надо. Страх, последнее дело. Вот, Вовка сказал, что страх, это первое дело или какое? Последнее. Егорыч, нажми там на педальку. Ой. А ветра там нет. Ой, братва, какая красота. Вот это здесь поляна. Слушай, палатки надо было брать. Ради этой поляны мы могли еще в лучшую грязь залезть. Глубже могли залезть, да? Это хорошо. Егорыч? Качаем лодку. Опа! Крутенько. Качаем лодку, едем. У нас с собой эхолоты. Эхолоты. И весла. И весла, и сетки, и электроудочки. Все с собой есть. Выбьем рыбу всю. Все выбьем. Выбьем рыбу всю. Уровень понизится. Понизится. Да. Игорь, когда я покупал этот первый спиннинг, да, мне продавец сказал, говорит, возьми вот эту катушку и этот спиннинг. Тебе не будет стыдно перед друзьями. Можно даже Секержицкому показать. Похвастаться. Оценит? Я думаю, оценит. Беларусь. Страна для жизни. Ну, так и есть. Вон, даже 100 долларов валяется. Никому не нужно. Да и возьмите 100 долларов. Посмотрю. Ну, точно. 100 баксов. Вот так вот и живем. А все. Стонут. Жалуются. У меня свои 100 долларов. Итак, дорогие друзья, мы готовы. Собираемся. Значит, по костюмам. Сегодня у меня десятка голая. Носки тоже десятки. Значит, есть момент один. Я вам рассказывал. И уже не раз нырял в этом костюме. Но недавно, вернее, точнее по осени у меня тут конфуз произошел. Приехал я нырять. Начал переодеваться прямо на берегу. И у меня лопнул костюм прямо на голове. Как это произошло, я не понял. Крепко лопнул. Вот. Я тогда еще по приколу сфотографировался. Вот. И как вы видите, лопнул он достаточно серьезно. Все. Охота на этом закончилась. Пришлось возвращаться домой. Было обидно. Это были последние открытые дни воды в декабре. Вот. Я его заклеил. Держится крепко. Не знаю. Буду надеяться, что сейчас не лопнет. Сейчас буду с ним очень аккуратным. Вот. В принципе, не страх. Делается, латается все. Но дома. В домашних условиях. Быстро. Вот. Значит, по носкам есть нюанс. У меня есть десятки своего размера. Это 43-го. Вот это размер 40-41. Это Анастасия носки. И одеваю эти носки я. Почему? Потому что 43-й мой родной размер. После года пользования стал болтаться на ногах. То есть, такой лайфхак. Как сказать. Если вы берете себе толстые носки десятки, берите на размер на два меньше. Изначально вы особо не почувствуете. Но потом в процессе они будут на ноге сидеть хорошо. Болтаться не будут. Не будут воду всасывать в себя. То есть, вот как бы разбились. Как бы разносились, что ли. Поэтому у меня 43. А одеваю я 40-41 носки. Вот. Десятки. Ну, ласты пластиковые. Обыкновенные у меня там омары. Калоши помани. Да. Эти самые. У меня омары лопасти. А калоши беседавер. 50-го размера. Вот они. Кстати, вот у Егоровича тоже лопасти стенгрейские. А калоши беседавер. Классные калоши. Чтобы кто не говорил, классные. Удобные, простые. Омаровские лопнули калоши. Лопнули, да? Да. На третью зиму. Калоши лопнули. Да. Ага, понял. А лопасти тоже новые. Тоже самострел. И лопасть в хлам разлетелась. Самострел был? Да, на перенгасе. Понял. Как-то так. Так, ну что, переодеваемся? Я мокрый, потный. А то скоро вечереет и можно будет собираться ехать домой. Надо занырнуть. Ну? Поехали! Смотрим, какой-то интересный рельеф 5,7, порядка 6 метров, но пологое. Это не есть хорошо, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Все-таки, когда ныряешь теплее, чем когда по тростнику лазишь Остываешь моментом без движения Попробую сейчас еще подойти аккуратненько к кромке льда у тростника Посмотреть туда, потому что, возможно, рыба держится именно подо льдом Когда большие части озера пространства замерзшие А лишь малые кусочки открытые, то, скорее всего, она стоит подо льдом Ну, ныряем, процесс охоты, поиск идет Самое смешное, что тетеньки, которые продавали нам путевки Упорно нам утверждали, что путевка такая дорогая Потому что здесь тонны рыбы, охотники бьют ее немерено Проконтролировать это никто не может И вообще мы такие плохие Но давайте честно посмотрим трезво на все это Вот вы сейчас видите, плаваете со мной Я плаваю, смотрю, реально рыбы нет Поэтому платим мы просто за то, что мерзнем в воде, плаваем По сути, вот такая несправедливость, вот такое непонимание присутствует всегда и везде, сплошь и рядом Тихоохотников хает Ай, стыдобище Одели бы костюм, залезли сами да посмотрели Все стало бы ясно Вообще все, просто одень, залезь и посмотри Потом стоит что-то утверждать Только после того, как ты реально можешь сказать Да, я видел, там рыбы реально много или да Наоборот, там ничего нет Ну ладно, не будем о грустном Рассуждать мы после Сейчас у нас охота Поплыли, попаваем, еще посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте вам Так и здравствуйте Ну что вы нам скажете или покажете Вот ружье могу показать Я тоже могу Два ружья Это все, что я могу показать Два подводных охотника, два ружья Четыре часа И 50 рублей потраченных денег Потраченных денег и 50 килограмм рыбы Обещано, что мы достанем Да, я уже рассказывал зрителям, как тетки нас хаяли За то, что подвохи все выбивают Да И что здесь рыбы тьма И вообще Володя, финты какие-то выписывают Ого А, разгоняет рыбу Загоняет, загоняет Тьмует туда полтона Или сколько там, 50 тонн рыбы 50 тонн рыбы, да Где 50 тонн рыбы, а? Где 50 тонн рыбы обещаны? Смотри, как лодку на детских саночках хозит Ага Вот такая вот лодка Большая, металлическая На детских саночках Класс Рассказываю байку Покупаем путевки Тетка нас стоит дрючит за то, что мы такие выбивалы За то, что уничтожаем, съедаем все подряд Все, что есть, все, что шевелится И что мы наверняка возьмем по 50 килограмм рыбы Но не покажем А рядом сидит охранник, который говорит Да-да-да Несколько дней назад подводные охотники нам рассказали Что вот так вот они плывут Появляется стая в 50 тонн рыбы Они подыривают по нее Смотрят вверх, выбирают Покрупнее да повкуснее И отстреливают Вот То есть вот такая вот интересная байка Вот Правда или нет? Ход его мысли мне нравится Да Думайте сами Да Больше похоже на сказки А в лодке у нас Ничего 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 Да нет, ты спрятал Ты в карманы напихал В карманы напихал Десят тонн рыбы Дорогие друзья Едем кушать собойки Я вам обязательно покажу Какие вы собрали классные собойки Поплавали вот так Если учитывать что сегодня 20 числа февраля Это офигенно Мы еще не раз прием сюда поплавать То скорее всего за путевки платить Ничего не будем Мы просто поплаваем Все Ну что сказать Стрелуло неплохо Классно, да? Вот это выстрел Там на самом деле Была огромная щука Вы не видели? А, это просто Прозрак слабенький Но я видел Там шла щука Но я, к сожалению По ней промазал Вот Все Собираемся Классно поплавали Плавать с таким Большим длинным ружьем По меньшей мере Эротично Очень мне нравится Очень Не часто Бывает такая возможность Поплавать Чистой воде Практически С морской видимостью С длинным ружьем Чувствуешь себя Машиной Да Ляпнуть еще Хотя бы Какой-нибудь карася На такой На такой дистанции Было бы вот так Все, пока Уходим под лед Егорыш Заряжай Там лещи уходят Ёпта Игорек Подай патроны Итак Наши собойки Яйку Млеку Сало Хлеб Еще яйки Угурчики Я так о них мечтал И домашние? Конечно Клево Слушай Настроение Прям поднимается Поднимается Настроение Класс Вячеслав Егорович Как вам понравилось Вот эта тщательно Спланированная Акция Диверсия Диверсия Сало 25 Мои возмущения Не были приняты А рыб Жопу А рыбы много было? Я ни одной не видел Вот Нет Две дохлых Вот таких на Поэтому друзья Имейте ввиду Мы ничего Не пропагандируем Мы ничего Никого не заставляем Думать неправильно Но факт налицо Каждый Сделает свои выводы Мы никого Ни к чему Не призываем Берите сало Да Берите сало И кушайте С собой Обязательно Потому что С рыбой Могут быть проблемы И такие Платить деньги За этот водоем Это смешно Вот Приятного аппетита Спасибо Благодарю Смачно есть Огорчик домашний Какое счастье Что мы с собой взяли С собой Огорчик Хорошо попробуем Белорусский огурец Ого Сочный какой Дорогие друзья Всем удачи Здоровья Любви Компас Без рыбы Но С полезностями Вот Много интересных Полезностей Много выводов Есть Какая то пища Для размышления Вам По поводу Вот этих Путевок дорогих Вот этого водоема Вот этих Толстолобов Псевдо Которых здесь нет И вообще здесь Ни хрена нет Но поплавать здесь можно Интересно И за это платить не обязательно Просто приехать и поплавать Все Всем пока До свидания До свидания Дружок Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok